Продолжение следует... Мой дед умер в лагере от дистрофии в 43-м году. Здоровенный, сильный мужчина. Собственно говоря, здоровый, прежде всего, и умирали от голода, потому что пайки не хватало. Мои члены моей семьи сидели по новочеркасскому делу, по расстрелу в новочеркасске. К сожалению, массовые репрессии шли с нами, с нашим народом, рука об руку весь 20-й век. Это отвратительно. Мало того, сейчас разворачиваются репрессии ведь не только против политических активистов. Есть же такое появление, как этнические чистки. 300 тысяч русских зачищены в одной только Чечне. Население, численность русских на Кавказе уменьшилась более чем в два раза. Некоторые республики являются уже практически свободными от русских. Это Чечня, Ингушетия и во многом Дагестан. Этот процесс идет. Вал идет на Ставропольский край, на Краснодар. Сейчас идет выдавливание оттуда. Это второе расказачивание практически. Мы откармливаем за счет бюджета, грабя всю Россию. Мы откармливаем сейчас крокодила на Кавказе на свою голову. Это тоже не должно повториться. Власть, единственная прививка от того, чтобы это не повторилось, это демократическая избранная власть. Власть должна отражать национальные интересы гражданского большинства. Гражданское большинство в России совпадает с национальным. Это русские. Как этого добиться? Для начала проявлять уважение к собственным правам, требует свободных выборов, регистрации партии и честные перевыборы. Ну и у системы безопасности. Освободите наших политзаключенных. Гады. Это прежде всего.